Апостолы постились перед тем, как выйти на всемирную проповедь Евангелия. Закончился большой праздничный период, когда мы праздновали пасхальные дни, Вознесение Господне, Пятидесятницу. Но человек так устроен, что он не может долго находиться в праздничном состоянии и при этом не расслабиться и не согрешить. Поэтому Церковь Мудро устанавливает этот летний период поста, который продолжается до 12 июля, Дня Святых Апостолов Петра и Павла. Время поста – это время особого размышления, самоуглубления, молитвы, чтения духовной литературы. Особо хочу сказать о чтении Священного Писания, которое мы должны читать ежедневно, и особенно во время поста. Я часто задаю вопрос людям, которые приходят на беседу, на первую исповедь или на крещение детей, читали ли они Евангелие. Часто это люди высокообразованные, имеющие высшее образование, они прочитали много литературы. Так вот, в основном я слышу отрицательный ответ на этот вопрос. Люди не знают Евангелие. Апостол Павел говорит, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть, как верить, если мы не слышали об этом и не знаем? Евангелие мы не читаем, как обычную книгу, которую прочитали, познакомились и поставили на полку. Есть практика ежедневного чтения Евангелия, понемногу, по одной главе в день. Дочитали до конца и снова начинаем сначала. Я так читаю Евангелие много лет, и, казалось бы, что это дает повторение одного и того же текста? Дело в том, что эта книга – это записанное, живое Слово Божие, обращенное как ко всем людям, так и к каждому человеку в отдельности. И как Слово Божие, оно наполнено бесконечными оттенками смысла, которое при каждом прочтении открывается нам новой стороной. Евангелие, хоть и написано простым языком, так как Слово Божие доступно всем людям, тем не менее, может не сразу открыться человеку. Помню, впервые я стал читать Евангелие лет 18, и хотя я почувствовал некую силу, исходящую от него, тем не менее, тогда оно мне было непонятно. Поэтому читать Священное Писание нужно, советуясь с духовно опытным человеком и, желательно, воцерковленным человеком. После того, как вы несколько вникнете в Евангелие, нужно начать знакомство со следующей частью Нового Завета, с посланиями апостольскими. Это письма христианам нескольких апостолов, в основном апостола Павла. Это замечательные, глубокие послания, которые разъясняют нам Евангелие и дают ответы на многие вопросы духовной жизни. И только когда вы хорошо познакомились с Новым Заветом, рекомендуем вам приступать к чтению Ветхого Завета, книгам Моисея, историческим, учительным, пророческим книгам, полных великой глубины и смысла. Почему же не стоит начинать чтение Писания с Ветхого Завета? Потому что это книги очень древние. События, которые описываются там, отстоят от нас на несколько тысячелетий, и нам их гораздо труднее постигать. Можно это сравнить с тем, что иностранные языки нам легче изучать, когда мы хорошо знаем свой родной язык. Братья и сестры, если вы еще не читали Священного Писания, то желаю открыть для себя эти удивительные, полные бесконечного смысла книги. Если вы уже читали Писание, то желаю вам обращаться к нему снова и снова, как к источнику воды живой. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова